добрый вечер уважаемые зрители радостно вас снова приветствовать на канале видео не выходили более полугода жизни увела меня зону учебы зону целого ряда крупных очень проектов но все имеет начало все имеет конец и вот я надеюсь наконец-то полноценно вернулся в записи видео я помню своих обещаниях этих плейлистах которые я ранее анонсировал и планирую их реализовать также дополнительно выйдет некоторое количество видеоматериалов которые пришли ко мне в результате размышлений в результате осмысления того опыта концентрат которого я бы хотел передать вам опыта особенно последнего года наблюдений обстоятельств и так сегодня мы говорим на подобную тему это плейлист личное профессиональное развитие раньше было только лично а теперь у нас еще будет и профессиональное для тех кто только пришел на канал я вижу что за это время на канале прибавилось очень много людей мне радостно вас приветствовать я надеюсь что вы нашли и будете находить на канале ценные для вас материалы я отвечаю на комментарии последние полгода редко сейчас постараюсь отвечать насколько можно быстро для тех кто на канале давно где наконец-то купил себе студийную систему звукозаписи собственно мог бы уже начать писать дней есть назад ждал пока придет поэтому буду благодарен за отзыв о звуке надеюсь что никто больше страдать от того что что-то не слышит не будет итак теперь точно начнем видео у нас об учебе и обучении два очень похожих определения которые на самом деле говорят нам совсем о на мой взгляд разным приходится сталкиваться с тем что люди примерная фраза такая я так много учился я уделял очень много времени учебе учеба в вузе заняла пять лет я получил второе высшее образование я получил третье высшее пятое десятое у меня их больше двадцати профпереподготовки с правом ведения новой деятельности специалитет и ночью но опять же человек очень удивляется что это все что-то не порождает он либо бессознательно либо сознательно ожидал от вложенных усилий средств а мы с вами уже научились и понимаем ранее обсуждали что когда мы вкладываем в обучение некоторую сумму денег или в какую-то активность то мы эту сумму денег не вкладываем в другое вроде бы мысль очевидная но она начала утрачиваться в социуме в данный момент то есть продумать альтернативные пути понимать упущенные возможности становится сложным и не часто встречающимся навыкам здесь же мы на нем останавливаемся отдельно говорим что если мы тратим на наше обучение допустим ну пускай будет там 200 тысяч рублей мы не говорим какие-то миллионы мы не говорим какие-то пять тысяч рублей мы говорим 150 200 тысяч рублей это цена магистратуры в университете синергия ну на момент выхода данного видео плюс минус какие-то есть подешевле какие-то подороже в среднем 150 200 тысяч вы вполне подберете себе онлайн магистратуру без проблем каких-либо но дальше наступает я уже сказал история когда человек вместо того чтобы найти деньги поехать отдохнуть купить себе новый компьютер потом может быть еще игровую консоль или хорошо культурно попутешествовать санкт-петербург сделать какой-то подарок своему другу либо подруги либо какой-то подарок себе тот же самый пресловутый iphone 15 плюс минус стоящие ныне как раз эти деньги он выбирает учебу он вкладывает в нее эти деньги он вкладывать нее время он сдает там экзамены читает книги там обнаруживать что это не конвертируется финансовые ресурсы это совершенно обязательно не обязательно будет конвертирована в прибавку зарплате еще к чему так сказать повышение эффективности на работе нельзя и вот здесь нужно очень точно понимать мне очень нравится модель про контроля обучения именно для чар службы сотрудники меняют рабочее поведение что это значит если у вас был пользователь который делал среднем за день пять ошибок при вводе информации в информационную систему после обучения он стал делать одну-две ошибки ваше обучение было эффективным его поведение изменилось если же вы допустим посмотрели плейлист ну вы назначены как начале новый начальник отдела вы просмотрели на моем канале плейлист менеджмент я разбираю массу вопросов острых болезненных про менеджмент но ничего в вашем поведении не изменилось по сути вы просмотрели его как сериал прослушали просто как какой-то фантастический подкаст или социальный сериал неважно в этом случае обучение не произошло в этом случае произошла такая подготовка маринованных огурцов то есть вы не знаете кто будет есть эти огурцы когда и будут есть будут ли их вообще есть нужны ли эти огурцы вы сажаете огурцы тратить деньги на семена на ну на множество всего на прополку ресурсы на полив потом вы собираете эти огурцы потом вы их тратите ресурсы чтобы сохранить в герметизированной таре на в банке не факт чтобы она опять же съесть они могут испортиться ему быть выбор шина не могут простоять какое-то время то же самое со знаниями вам рассказывают как правильно сделать дырку бетоне дрель вы это посмотрели вы не делали дырки в бетоне вы не делаете дырки бетоне вам это не нужно практического применения нет что вы смотрели бессмысленно схожие вы посмотрели курс по программированию нажаве но и что вы как-то планируете программировать вы практически это делать почему я говорю что если мы не осуществляем практику причем не теоретическую практику на курсе а рабочую практику то это по сути опять же это подготовка разносового малосмысленное занятие не ждите от него никакой фундаментальной отдачи в моем понимании моем представлении в современном мире таким должно быть школа мы не ждем от школы никакой фундаментальной отдачи школы это те базовые знания которые мы да все должны с вами получить вот база фундамент дальше мы уже поступаем вуз держа в главе как мы будем это монетизировать то есть превращать деньги мы получаем второе высшее или там профпереподготовку до альтернативную форму высшего образования понимая как мы будем это монетизировать во всякий момент времени как мы будем это использовать в работе здесь я также добавляю вот в данный момент в жизни что это значит вы вы у вас есть коллекция чего туда монет вы пошли на спецкурс где нумизматика вам рассказали об истории монет о технологии изготовления монет то есть большой курс вы может быть прошли огонь повышение квалификации у вас есть теперь диплом что вы прошли его новые коллекционировать это помогло вам отбирать более интересные объекты вести более грамотные торги где-то снижать цену на практике даже курс по повышению квалификации в готовке карбонара и борща он ценен в том случае если вы практически готовите карбонару и борщ если вы их не готовить это это уровень просмотра кулинарных видео на ютюбе я посмотрел я через пять минут забыл в который раз я отмечу то что наша жизнь имеет весьма большую весьма большие условности то есть это и по срокам и по возможностям говорил покойный берлиоз да все мы помним что он говорил что якобы мы точно знаем на самом деле человек смертен и неожиданно смертен но даже если мы оставим в покое смертность то тратя это время мы отнимаем его от того чем мы могли бы заняться для получения практической ценности либо на работе либо в остальной жизни даже если вы проходите какой-то спортивный курс если вы реально занимаетесь спортом нет ничего дурного в том чтобы пройти спортивный курс и более эффективно заниматься спортом для повышения результата для роста ваших мыслей ну и для достижения тех целей которые вы себе ставили перед тем как заняться спортом в чем еще беда вот самообмана с я напихаю в себя знаний и наверное они мне помогут вы потратили на это время которое вы могли бы отдыхать вы могли бы это время посмотреть сериал погулять под по провести встречу с друзьями с приятелями заняться спортом побыть с своей второй половиной ну найти очень много более интересных и ценностных занятий которые сформируют для вас плюсы они 0 плавно переходящий минус я не поддерживаю бессмысленную учебу когда я ставлю программу развития своих подчиненных в план развития не попадают курсы материалы книги которые не принесут им практической ценности изучив которые они не смогут применять их на практике в той или иной форме практика может быть например лучше понимать топ-менеджеров с которыми вы встречаетесь до их более их проблемы но не потратить какой-то объем времени чтобы узнать то что не нужно нигде и никак который останется у вас мертвым грузом и ну и на самом деле со временем она сотрется из памяти что все что мы не закрепляем практика регулярной в той или иной форме она стирается из памяти до улера у разных людей по-разному есть люди которые 20 лет назад прочитали книгу и помню им не нужно но не помню надо понимать что объем восприятия информации он тоже ограничены набив себе голову кучей до данных о том что вам в практике реально не нужно вы не станете сильнее вы просто будете человеком который дополнительно к своему рабочему грузу надел на спину еще мешок с цементом и ходит с ним никто не знает зачем он его с собой носит он и сам не знает но он его носит является ли это достижением нет является это проявлением компетентности нет чем это является не вовлеченностью мне надо учиться я сейчас вот что-то выберу ну как сейчас сейчас подростки делают до который поступает на первообразование с их родителями я это вижу сплошь и рядом давайте куда не поступим вот недавно мне сказали на мой вопрос а зачем не то что сильно интересовался просто спросил ответ был такой ну вот будет получать второе поступит туда куда уже будет нужно простите а первые пять лет дневного обучения то насколько надо быть богатым человеком чтобы пять лет своей жизни потратить на то что не нужно причем понимать что скорее всего это не нужно это не интересно надо поступить куда-нибудь я даже никак не буду это комментировать будьте внимательны выбирайте для себя те материалы которые либо вас развивают в практической деятельности либо рассказывают вам и показывают что-то что приносит вам положительные эмоции но мы с вами обсуждали да это развлечение либо так либо так все остальное не знаю я не вижу в этом смысл на всякий случай отмечу если вам приносит положительные эмоции прослушивание аудиокниг в котором чтец читает труды древнегреческих философов это хорошо это но вы осознанно вовлеченно понимая слушайте эти труды давай получать положительные эмоции вы понимаете что они никак не превратятся в практику вы не будете потом себе задавать вопрос а на что я потратил так много времени если надо было над рукой нет вы это делаете сознательно вы включаете там балдургейт 3 и играете в него вам хорошо вы это делаете сознательно вы не идете на какой-то курс который вы потом непонятно как будете использовать да потому что вы сознательный человек вы не будете тратить время на то что не либо делает вас сильнее либо доставляет вам удовольствие на этом спасибо за внимание рад всем кто остается на канале также очень рад на него вернуться до следующих встреч